Добрый вечер или у кого-то возможно день и возможно уже ночь приветствую я вас на первых играх play of the immortals был один матч нижняя сетка asus 5 generation of miracles игра в который победитель пройдет дальше а вот проигравший уже покинет этот турнир одна лишь карта был один собственно сетка-то нижняя и видим мы очень интересных героев и распики в принципе хотят асуса в бане цевиномайн серый clockwork при герои то частые гости первых банов а вот от гомов сэнд кинг и магнус на фп себе гома забирают night stalker асус отвечает добыл пиком ликантропа и варвак интересный раз пик двух героев при этом к night stalker добирается darkseer и от гомов сверху берется и верным и верну против ликантропа что он не жрал какого-то героя на под сейф или контракт очень быстро может менять свой таргет курса верно может быть сработает неплохо будем смотреть под darkseer можно еще и какую-то стяжечку интересную организовать само собой после пика ds под банен и были дизраптор и свен при этом уже в мане был сэнд кинг под такси ружин героев мало можно подобрать мог бы залететь возможно какой-то с лордер но куда его ставить непонятно хотя на эти stalker можно отправить хард линию а ну тут уже darkseer тут уже с лордер никуда не влезает только на кэри какую-то позицию что было бы полным возвращением при наличии darkseer night stalker которые герои плотные инициирующие чудо кастующие нужно какой-то сильный физдпс в принципе но с добруем к попыток тем более она тасс взялся дум и лечь что интересно будут пожирать что своих что чужих крипов интересный пик лича не так часто его встретишь интересно зачем не то чтобы лично боится того же самого night stalker может он бафте армор своей команде xp конечно хорошо кушает если поселиться где-то в миде будет постоянно ренджей убирать с карты то будет неприятно к папе против того по xp будет жестко и гомы же на у вас бан убирают из гриппа к хороший вариант пока клоп и мид выигрывает если какой-то помощи клопе бы не было но теперь пока не будет в принципе при этом полмидеров не сильно сжали но нет уже ли на нет уже пока асусом нужно был что-то с касс кастом магическим какого-то героя такого я придумать даже не могу и ночью здесь выглядит жидновато учитывая наличие лича и думаю да и не комбинется ни с чем это классический шелфинг тоже смотрится так себе даже не знаю нужно вроде какой-то инициатор трепой в сложную сложную тоже асуса пойти не могут даже не знаю ну и к репозиции от гомов забанили асуса тролля также улетел свин еще до этого минус рейзер был появляется сики сикер 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 не сильно боится того же самого дума как к репозиции и ультимейта в основном клопа соберет себе ту же линку биверна будет сзади находиться на это сталкер бегать а такси как-то прыгать стягивать и даже если его задумать после этого будет от не критично в принципе неплохо еще и запротектили себя от пика какого-то верткого героя в миду от асуса какого-то блинкающегося хотя их так уж и много осталось возможно появится какой-то урса опять появляется вивер вот было у меня это в голове но это вроде бы и асусом не сильно нужно потому что это еще один герой который наносит физдэмэдж вместе с ликантропом да и к тому же против сикера смотрится то чтобы очень хорошо да появится линкин в принципе что виверна что клопа что сикер герои не самые плотные но и не самые тонкие однако при этом виверна может прятать себя и вроде бы брать небольшое количество магического дэмэджи против этого персонажа не очень прикольно будем смотреть как будут исполнять возможно как-то задавят ничего не сделают хотя у них больше наверное затянуть ассы играют с одной заменой стенденом точнее а с одной замены которые они предоставили заявки думается мне что на игре их это скажется вообще по результатам в группе получше себя показали гомы почти вышли с четвертого места там решила то что в сериях у них меньшее количество побед как таковых упали они в сетку узоров ну поехали смоки варды немного поздновато дают тп по моему виверна но должно этого хватить варву придет проставлять вижен на дарксира и на сталкера на стаке куда дайс возможно будет уходить сама же верно просто вот такой вот вардик на перемещение саппортов больше при этом пересеклись с вароком и должны понимать что варвик стоит где-то на хайграунде прокликал эту позицию уже дарксир ну и вард сносится варок может попробовать воздинает но верно начинает выбить что пытался это сделать подходит но поздновато поздновато не успел при этом еще один варк у него остался в стэш и это время вынужден будет с ним походить чтобы не пропалить давно поставят впрочем также вардик остался уверенно а лич думает это самая забытая до было думаю есть некие проблемы с армором его примерно 0 или что-то регулирует но я не вместе как раз едят крипов личке стран же не дает экспы вражеской триплей или просто линии которые против него стоит при этом сам дум под тавром нормально качается далеко не выходит девауром крипов кушает и свое тоже получает но так смогут ли они что-то сикиру сделать не тот персонаж если здесь еще и верно будет крутиться но и прогнать их также не получится при этом в миде и вивер против клапы пока что начинает хорошо но еще линию к себе по идее оттолкнет один раньше остался очень хорошо все у всех на линиях никого никто не сгонит никого никто не прикресит здесь силь против ликантропа вместе с вароком варокова ничего не может сделать собственно ликантроп точно также дубчик зашел в лес нашел тролля не самый лучший крип но халявную экспу все-таки получил через скелетик у него ворует скотт наличь просто стоит а пока возле респа крипов и их ест уже половина второго уровня есть при этом вот на линии и как я и говорил все под вышкой просто стоит количество крипов это еще и отвод какой-то неудачный был сейчас будет удачный и не вернется обратно однако дум здесь уже почти второй с половиной лич 2 все по экспириенсу хорошо найт сталкер нет сайленса или тяжело будет зацепить то есть верю кстати передали вартик скотт заходит сбоку получает таки от тавры ну и вибер поэтому уходишь и кучи еще и халав прожимать аликонтроп плотнее перетянули варлока есть еще фласка висит shadow world все нормально но регена выбили вот аквапа также потерял много хп на этом измене снизу подлетает и верну пытается прохарасить дума вместе с личом секрет оказывается очень больно провтыкали здесь пока матрич первого уровня хилится он не так быстро как хотелось бы но еще и куда он на него есть вот идет просто вперед дум носить либо получает и ска по у него все хорошо прилетает сюда еще нс ну дума вторая земля уже в качестве на реген там огромный лич при этом на развороте еще под замедлить может как-то пытаться убивать гнать их очень тяжело ну просто парень заходит в пачку вражеских крипов ничего не боится уметь при этом перетянулся варлок но вот проблем ликантроп конечно не должен ощущать за счет своего регена но все равно фармит он подвышкой подвышкой иногда ты всех крипов не сможешь добить хотя пока получается ну и вообще топовый криптот на карте но что неприятнее такси качается спокойно получает свой максимум при этом может немного позже какие-то леса леса сина стакать и стать большой проблемой для осу для все удивительно ровно и здесь все нормально при этом если открыть по эксперт график вот они 600 experience и которые скушал лич пассивная достаточно игра нас ждет до какого-то момента как мне кажется хотя гома наверное получит фолин свой шестой уровень получит рапчик начинает очковаться с прожарки прожарка есть земля и и активирует и сидишь сейчас сколько платится за свою агрессию ну вот этого парня не пробить там еще и халубу нажат закидывается войд на думу под землей просто идет дальше за еще один бласт здесь же ворот банды навешиваются минус 1 минус 2 можно попробовать добрать здесь и скота начинается ночь масса у него стало побольше смог уйти вот сикер добирает что думаю что лича хорошо еще и ворока можно на самом деле пробить но так паут про юзу мангус скотт но почему-то хангрена найти за юзова возможно бы смог перелететь и через текстуры закинуть войд ну и в принципе сикер получил столько же сколько потерял по натурсам посмотрим даже топ-1 а дали фасблат неприятно казалось мне что будут здесь вообще похороны сикер разогнаны 35 демоджи просто так получает подлетает с джей зону и активирует землю думы очень быстро сики разваливается под бодрейджем клэпа тусы должны по идее добивать и верну на доктор золо также минус даблки от прожарки приходит сюда еще и ворок тяжелом тяжко против этого дума ты не получаешь экспы замечали чете и подмораживает если что а дум просто под огромным регионом начинает бегать сикер людей именно потихоньку колотит ну и саппорт тоже не те которые могут быстро как вы задаем дать бежит за клапой есть если что таймлапс и у папы нет маны просто прохарасил при этом на развороте получил войд от скотта подсвечивать вивера только что должен был сикер но и без ботла отхилился нормально на развороте еще исход скотта хотел прохарасить но ночном дворе слишком уж и узнать stalker быстрый при этом ли контроп вынужден был уйти на базу судя по всему на к себе вода канал 6 уровень 3 щиты немудрено носить правда вынужден уйти вообще в леса взял себе талон и тот самый парень в любом случае топовый networks и если ему там кто-то мешать сильно не будет то будет у него все нормально а будет ботов вивер судя по всему вот к нему только что прилетел банка полная парадайз под щеточком за ним бежит дарксину огромный регену лекантроп ваш целых 10 единиц просто за счет фировым пульсом но отгоняет немного от крипов как минимум батрич 2 уровня уже вроде как попроще с появлением rapture и блатрайта сможете против дома стоять как-то но там тот же самый дум появится да еще речь заходит сбоку получает сикер бласт ну и вроде как должен убегать по кустам хотя выходит получает еще один глаз хочет закинуть ходокин дум на долго думал возможно если бы попадал то сикеры бы убил при этом еще и квопа сикеры загнала и он спокойно убежал был убит медли вивер через дуци мэйт сверху убивают варвока аликантроп убегает на форуме ну это принципе понемногу давление начинается на и сталкивать дарксию очень неприятная дабыла героев под щеточком парень тебя преследует и просто жжет как минимум опять забрал рунку ученик в api не везет с этим по моему не ботов пустой чуть ли не всю игру при этом всех держится на уровне всех вражеских коров учитывая дума который дум как раз навешивает на сикеры и никуда он не должен уходить бедный искатель крови очень сильно страдает в медле и убивают тем временем на и сталкивать через доводом от через хаву очень даже хорошо еще хочет догнать и клапу тут четыре секунды блинк нужно к вину в пойду ходить в принципе с этими фрагами что и что думу позиции свои сравняли оси хиро откинули отмельцам неприятно вир хотелось судя по всему стикер то ли найти хотя они не должны были знать что здесь вообще вели находятся в принципе мы выходим ликантроп получает он рапчер пытается убежать поближе к своему товару но никто сюда не летит никто помогать ему не будет накидывается матра этот секери на самого себя и просто вот так минус ликантроп успел себя приобрести маску вроде как ну выходит в раз не в размен ты один просто снизу упал и но могут в принципе 10 2 про характеристик плотно хотя видимо не хотят здесь оставаться это понимание это местонахождение вражеских героев есть видит вивера на швейне в минусе выходит и дум будет очень много получать денег дум вместе с лечом на виверину но и доктор зла должен здесь погибать на тыка отлича приговаривает виверину к смерти с этими двуми героями кто-либо встречается погибает сон подумал что папа что дали любой персонаж погибнет медленно слишком громко накричал клопа на виру и веру нужно прожить был таймлапс есть у него в матле регенерации если что банды навешиваются по клопе и трем крипам не критично сюда же прилетает сики видят спине дума дум накидывается на клапан клопа просто отсюда уйдет и должна переживать весь этот дэмэдж обхиву накручивает варок неплохой сальность на вивера стяжка от дарксира закидывается чайник чайник отлетает в сиро конец но хватило дэмджик на и сталкер чтобы убить квапа на развороте хочет еще подраться есть sonic wave правда маны абсолютно нет чтобы на блинке подправить драку и решают просто вот так сделать и и вивер неужели уйдет на 20 хп он смог поражать шикучи есть у него телепорт сир мы видели видели то что он здесь но 4 секунды куда он вакуума сможет уйти действительно могли пытаться как-то добирать приток для суд рак в неплохой плюс но в любом случае все плюс-минус ровненько по деньгам улича тук огромное количество денег 414 имеет при этом фестбат по-моему он забрал и не выходит в мекку до которой остается рецепт еще одна пауза вот же самую мекку выходит sir сложновато будет при этом до мидоса у дома остается не так много и так вторая позиция по нетверсом тоже 324 когда ну и голема есть в воровках того же самому при этом здесь нет курсы здесь нет darkness а пока что ночь поэтому darkness не критичен его отсутствие при этом ночь только началась ну и хотят давить понимают что думаю нет еще 40 секунд куда он и скорее всего записывают считаем апсель в миде прожил или контру просто спрятался момчик все приобрел дальше в армлет выход все как обычно ворока находит скотт но скотт здесь один убить не получится набегал сюда сикер но далековато был рецепт на мидос есть дайте только боковой лавке купить перчаточку на руки получил где-то с ракет голды аликонтроп так сидит в кустиках поэтому медлес снова находит ворока и есть там голема но команды рядом особо нет еще и сайленс на него накидывается ворок должен погибать летит сюда дум спину закинул жуков вивер но по одному вроде как герой попал закидывается чайник дума дарксира сил чайник него отлетит еще раз нет чайник летает по гриппаму по иллюзии сайленс от сикера неплохой на зонинг но дарксир должен погибать мом прижимает ликонтроп двоих уже съел должен отгрызать и верну 3 в 1 пока что клопа есть блинк отпрыгивает на нем при этом это драка без големов но и без sonic в его того же самого без стенки без курсы неудачно получилось догонять сики не должен все все-таки прохорошены летает ns квапа ну клопа нет маны просто на ультима и тот же самый пытается улететь стп хи личи это у него получается ставится голем по двоим героям спине этим временем вивер забрал виверну неплохая стенка стяжка но на этом все сверху ничего нет нет просто мана у клопы даже если в была она драка немного кривоватое получается какая-то половина скилов нет половин героев диспозиции но и две тысячи преимущества для ассу кажется все равно немного но учитывая их пик это очень неприятно тот же ликонтроп если сейчас доберет армалет продолжит качаться и соберет хотя пока бы здесь ему не то что у маст хэв от курсы впрочем спасать будет на линка я думаю появится уверенит выходит в диффузал интересное решение не боится получить себе в лицо рапчер видимо надеяться прикрываться своими плотными тиммейтами лица того же самого дома а этот дум взял себе 3 новой этого единичку и начинает качать дивауры при этом на десятом взял 8 золота с него папа кортик по воровку прожат шипшифт от ликантропа големов нет папа отпрыгивать чтобы просто не получать чайник курса неплохая убивают по итогу воровка но чайник очень сильно дамаживающий сики подходит под него ну и должен догрызать его ликантроп под бодрэйджем очень много дэмоджа даже рапчер не спас никоим образом вивер в медле есть колден брейс но просто не успевает его прожать и верно на анимации убивают и и и тиммейтов от хлопа не видно ну вот не знаю выход воровка пришлось при этом потратить курсу на остальную команду чтобы она этого воровка сагрилась при этом огромный дэмодж внес чайник просто потому что парни не разбежались проставил вард воровок опять история загульных вороков должен здесь погибать раскастовывается арктик берн бежит за ним скотт ангел на это уже был прожат но должны его здесь загонять сики еще подсвечивает хочет себе наверное фраг но джей зло считает иначе собственно сикер начинает плакать некую силу как там дела вообще у всех улькантропа появился уже армалетик и решает он выйти в башер принципе учитывая не тот не маст хевна и бкб решение неплохой вот дефузала на вивере не знаю тут надо как-то в плотность тогда выходить остальной команде но видимо собираются давить прожорка приобретать себе даггер запрыгивать на какую-то queen of pain возможно на ту же самую виверну чтобы коден брейса и арктик берна арктик берна и винтрес керса не было печальная история 18 минут 3000 чем даже не стоит приставать к пику наверное тут само исполнение подвозят а именно причем не персональное исполнение не индивидуальное именно командное убийство варлока вот здесь драка в медле в принципе до этого не sonic wave они стенки не было конечно рядом с контролем находится но папу забрать не получится блин к уже четвертого уровня просто отпрыгивает будет хотя дум запрыгивает даггер получает этот самый дум клопа и клопа просто догорит на земле и еще преследует дум неплохая стенка стяжка была но не более того слишком мало здесь персонажей хадукин по силу залетает нам суть же он уходит отсюда неприятно при этом было джейзот т.п. можно было бы наверное попробовать что-то сделать хотя клопу скорее всего все но мы забирали минус мидер минус ты один на топе драмы собирается собирать ворог у него последний networks решил сделать выбор в сторону тем временем виру пытается пробить и верну но он здесь один надо наверно отходить хотя как же много дэмоджа с диффузалов после джиммейт атаки получает правда сейчас сайлент съесть таймлапсы просто отличный таймлапс ровно из-под ультимейта queen of pain вот пока что ультимейты попадают не то что по пятерым героям а если он по одному в среднем попадает тут это хорошо ну или просто убивает верну здесь и спокойно отсюда уходит при этом выжив еще и ультимейт из клопы все очень плохо сики при этом собрал себе ветра дешевые там конечно чтобы таймить под бодрайд на какие-то таргеты но за мне не сильно этот артефакт нравится когда ничем особо убить впрочем сейчас надо как-то принимать драки и пытаться отбиваться от этих выходов от того же до самого дума ну и линкен сферы на клопе предсказуемо вот печально что поздновато достаточно отставать на клопе на полторы тысячи даже чуть больше от топового нетверса это очень неприятно ну а дум собирает вся щешую как это пробивает непонятно на него висит айс армор на 5 брони плюс еще под мою по итогу у него на данный момент 17 этой самой брони при этом просто-напросто 1560 хп дум прыгает на клопу снова дум прожимается шейп-шифт ну и ликантроп начинает бежать вводит по думу ликантроп пришел решил грызться в скота скот просто пытается улететь на телепорте и клопа судя по всему выживает при этом сихи брата пошел в ответ на агрессии возможно не очень удачную ликантроп грызается в диджея зло ужасная курса буквально немного не дотянулся диджея зло чтобы парадайса зацепить и сагрить его на своего тиммейта прыгает дальше дум прожимает пуш на виверну но сразу же нажимается сурч неплохая стенка стяжка дальше что-нибудь будет нет все еще ультимейта у клопы 9 секунд остается и по итогу виверну погибает от горема упавшего в ответку на стену ну и судя по всему хочет сикер идти в погоню дальше есть ветра можно попробовать зацепить какой-то один таргет прижимается блатрать на vision сбивают телепорт ликантропу ликантропа можно здесь попробовать и оставить есть sonic wave все стоят в очень хорошей позиции вот сюда вы сейчас накричать ну запрыгивает папа притоку в спину налича и варлока стяжка по одному ликантропу ликантроп начинает грызть ну и будет крик у нас крик притоку по одному парадайсу но парадайс точно должен здесь погибать добирать еще можно или час кого-то пытается убежать от дума в кустах притоку размонцовывает но и осталось загрызть дума ну прожимает землю очень больно сейчас на самом деле сикеру под бодрейджем при этом не дают ему набить этого самого дума но и верно хороший колдон брейс притоку и товар еще забирают хорошая ответочка минус три героя и минус 3000 преимущество однако в это же время вирь просто сглаз т2 снизу то есть вышли в некий размен настоящий момент ассы но тут вопрос насколько диффузалы были хороши если ты не собираешься помогать своей команде которая вот отсюда отступление свое ведет вот до этой позиции где стоял тавер на которой вроде как можно было сделать тп а у него не было тп афферматив потому что погоня продолжалась очень долго если бы вивер здесь подъехал своими диффузалами кого-то подзамедлил и с формы там накинул возможно получилось бы и наказать за такое длительное преследование но не получилось клопа вновь получает дума здесь есть еще хотя бы кто-нибудь а здесь вообще никого нет начинается уже сомнительные действия от самих ассов вот этот вот прыжок и дум в клопу когда рядом никого абсолютно нет когда лекан а у меня контракт был тп возможно хотели лететь увидели так силы и придумали но не знаю по итогу нет дума а вот у гомов через 20 секунд будет sonic wave стягивает лича кортик по нему скрим залетает еще сверху бласт войт хорошо минус линч при этом скорее всего минус вышка потому что дума нет а без этого скилла асу содраться не будут ну ты с дизолятором уже поинтереснее смотрится как пуша чем диффузалами ну это будет падать прижимается еще и хаул и эту самую вышку не хотят отдавать плита летит сюда сир вивер начинает пассива неплохо набивать есть грифсы просто выжимает на себя время вытягивает ну и база летает по вирус а не станем висит подсвечивает его сикеры минус жук хорошо на минус таракан мне когда-то говорили что это таракан при этом товар не отдали сверху тоже ничего не получилось сделать по хп вышки вышку очень сильно просадил вивер соло и смерть его не то чтобы не оправданная вот это вот хорошо ну очень осторожно играет мидер гомов вообще всю игру наверное вот эти не прыжки в какие-то опасные позиции откуда можно sonic wave какой-то интересный дать а именно сейф ультимейта как-то поосторожнее вот это все при этом но этого есть плоды всего одна смерть но 215 это согласитесь не только до которые на queen of pain хорошо бы иметь верно в инвизе проходила под центрей но вивер почему-то не решил диффузалами не скидывать инвиз и в итоге верно отсюда просто улетает при этом сам вивер запрыгивает очень далеко нет у него ленки но скотт что-то медленно очень думает не ожидали видимо такой наглости три секунды сайленса возможно бы и не хватило этого хотя сикер был рядом можно было попробовать закомбинить дум прыжок на в этот раз на сиро есть у сиро грифсы но поражать он их к сожалению не может осталось как-то убежать от социальной вражеской команды курса дается по волку судя по всему при этом волк на своего волка не агрится волк очень быстро погиб который был маленьким ну и курса вновь какая-то невнятная пока что этого ультимейта не видно бкб прожимаете чтобы хотя бы как-то спастись сиро очень плотный стяжку стенку можно дать по пятерым героям в ответ кугалима даются по двоим хороший матрайт мог бы взлететь но все просто разбегаются при этом сикер добирают сбоку сиро просто под своим т3 еще и скот погибает здесь же клопал добирает варлока но это утешительный приз при этом рискует сейчас сама еще на получать себе но с линкенсферой тяжело это сделать не знаю курса была потрачена виверна погибла стенка ставится при этом у клопы вновь есть ультимейт но его не вкастовывает она вот вкастовывает сейчас в одного отлича не то чтобы это плохо но зачем тогда команда в принципе развернулась если sonic вы его не собирались давать да вот ему швыгеру вновь вот тусор хочет весом играть сиро ну в принципе дум будет против если на него с разворота накинется этот самый дум поэтому воду сорт его закидывать не захочется против чего еще вот это вопрос банды можно себя снимать конечно замедление диффузалов но все по мелочи от будущих иксов наверное каких-то хотя кто их приобретет тоже вопрос оба на сикере мы уже видели в действии также бкб хочет собрать себе вивер вот это интересно очень агрессивная игра при этом такие дешевые артефакты которые дают очень много драки ну и то же самое бкб которые добавят плотности вместе с аквилы и стиками 1400 хп на настоящий момент под хавлом станет еще больше еще больше и урона и выходит на рошана видит ли это гом и гом и это видит видели того дэмэдж видели как были закинуты с формы и принципе успевает притянуться есть даггер на сире кстати говоря можно неплохо сейчас лететь виверне но уже поздно уже слишком поздно почему-то сучь прижался только что находят правда лича спине могут попытаться его убить до того как он закинет чайник получается это сделать подкидывает ветра ворока неплохая курса вот по виверу можно сбить аегис моментально просто съедает его волк дума получает на это сталкер наверное не тот танкет но реконтроп сики просто очень быстро сжирает там скорее всего висел все еще мод рейдж папа башек прокает но еще один блинк есть при этом шип-шип закончился но по не должна отсюда уходить 3 в 2 если учитывать дроп дропа елиса в принципе более-менее неплохо но очень быстро развалился сикер для контрол с такими артефактами огромный дэмэдж делает при этом как его законтролить непонятно повезло еще что он не успел прожать бкб до курсы если бы он его нажал то там бы и виви скорее всего есть не отдавал вивер очень много дэмэджи в нем есть и генерейшен в бот ли есть и таймлапс ну и ультимейт свой прожимает но однако без а елисы без ульты 30 секунд агрессировать он не будет гоним скоро появится на и сталкер с гемом сверху будет очень приятно можно будет уже организовывать интересные врывы от сиро хотя большой вопрос что делать с этими вывами от сиро в принципе сверху должен залетать в и у рассказ от клопы но сайленс от сики вы еще может сверху какой-то даться в принципе можно дать и курсу убить одного персонажа потом под конец курсы за таймить неплохой батрайт скотт подставляется диффузол на него юзаются опускают его на землю судя по всему это так работает но пока что убегают но с формы светит или должен догонять тык тык скотт минус кираса появляется у дома кстати придумал себя сверачу вот тут это наверное даже поинтереснее все-таки из dps и фугомов не так много которым можно так спит подрезать а вот снизить армор это всегда приятно ликантроп говорит спасибо при этом для контроль по 5 есть все есть кираса у думая есть дезолятор у вивера сама артефакта который сам ликантроп периодически собирает и они ему нужны но не дают ему контроля не дают ему выживаемость а вот вот контроль вот выживаемость вивер на развороте прожимается еще хаву от ликантропа ну а хлопу получится ли зафокусить сбивается с неё линкин закинулись с формы видит где она находится 3 секунды кауда он блинка и должна уходить вроде бы дальше не может здесь пройти понимает что куда-то сюда блинковалась с формы 6 секунд кд а здесь тп нет но будет пропрыгивать дальше обратно к магазинчику при этом снизу выход на сикера там смоках он или как непонятно как он происходил и под бокабель и контроп уже съел ему почти все хп еще пару тыксов крест уже появился улькана а это у дума у варлока сверху еще и забирают скота ну вот чуть здесь сделал сикер когда вижу ну вот один вард есть конечно неплохо но никто не мешает зайти вот так вот как-то как к нему и прошли по моему папа скоро будет сорчетом но здесь есть бкб здесь также боковой имеется здесь вообще грифсы улича уже можно будет быстро пытаться убивать как-то варлока но при этом надо еще не подставиться волка с ауру волка себе взял doom прыжок на виверну как же больно и верни но вроде куда база должна доходить при этом сам doom ультимейт от клопы вообще практически никуда опять подумал вроде как получился который был под вторым спалом он это все отрегенил хороший хорошая стяжка хорошая стенка но что дальше дальше виверна на базе находится колден брейс по найт сталкеру найт сталкер по итогу не может сгрызть хороший голема по троим ставится прижимает бкб фолин начинает врезаться в прожарку но прожарка уже все нажал кирасу можно конечно убрать убирают здесь и варлока и хорошие курса поликантропа который практически из грыз своего леча сбивают ли контроба телепорт ветрами и по итогу это минус четыре мира при этом при всем как обычно не был он спит пушу хорошо отыграли 5000 но все на 10 преимущество 10000 конечно же преимущество осталось у васов ну хорошо сыграны было три верны когда лекантроп начал фокусить нс по моему здесь голема в то же время были даны на лекан был вот здесь пока он добежал сюда уже куча времени прошло ну и по итогу от дума тоже странным запрыгивать сюда давать дум виверную и как бы которая просто убежит на базу интересное решение вивер сгрызает клопу ладно каким-то образом так произошло видимо линку скорее всего сбили а дальше уже были накинуты диффузалы после блинка неудачный блинк получился и 65 секунд не будет мидера у гомов при этом сики пытается выйти в бабочку или хальберд к нему летит хальберду опять два боков это есть ну и хальберда появляется вивер уходит просто на верхнюю линию сайленс по виверу еще один сайленс прижимается бкб можно сделать при этом в медлении кто не пушит бкб на вере уже прожата можно попробовать его за фокси чайник неплохой закидывается по двоим навешивается колдун брейс но чу-то сики отбегает обратно при этом чайник чуть ли не все свои прыжки сделать и просто уже встает афка погибает он 70 секунд его не будет нет и вивер нын минус night stalker дженерич но в милку с покидают иммортал саосы проходят дальше будут они играть с проигравшим одной из верхней паром завтра получается но очень странно неплохая вроде бы да была сирен с неплохо можно комбинить даже курсу вакуум можно комбинить вакуум стенку сайленс можно комбинить вакуум sonic wave то есть все это не сложно вроде как в исполнении но видимо коммуникация в команде очень сильно проседает за счет чего получаются такие странные вещи которые получаются в любом случае поздравляем асус с победой и следующая игра будет уже в 19.30 на этом же канале zero squad версии 2 штурм рейдж гейминг будем смотреть смогут ли штурм рейджи справиться со вторым составом этой организации вчера с первым не получилось всем спасибо вернемся через полчасика